Я вам слова не даю. Уважаемые товарищи! Исторические кадры. Первый съезд народных депутатов РСФСР в Большом Кремлевском дворце. Когда входишь в этот большой зал, первое, что ощущаешь, гул такой. Ну, тысяча человек. Но никого индивидуально не слышно. Поэтому всегда стояли очереди перед микрофоном, потому что люди понимали, что только через микрофон ты можешь докричаться до председательства еще. Советский Союз разваливался на глазах. Республики одна за другой объявляли о независимости. А у РСФСР ни своих законов, ни даже руководителя. Его обязанности на съезде исполнял член ЦК КПСС. Отойдите от меня! Председателя Верховного Совета, по сути, главу Республики, выбрали 29 мая 1990-го. С третьей попытки и перевесом всего 68 голосов. Принятая через две недели тем же съездом декларация о суверенитете РСФСР открыла путь к долгожданным реформам. Против нее голосовало всего 13 человек, 13 депутатов. И 9 депутатов, по-моему, воздержались. И все стоя еще долго-долго аплодировали. Самый главный пункт декларации пятой – о главенстве российских законов над союзными. В суверенитет мы вкладывали понятие того, чтобы быть суверенным и независимым от монстра, который был как ЦК КПСС и нашей Верховского Союза. Ровно через год Россия обрела и первого президента на первых в истории страны всенародных выборах. Пока в тесном зале Большого Кремлевского дворца бушевали страсти, этот просторный на 6 тысяч мест зал Кремлевского дворца съездов пустовал. Но до 10 июля 1991 года, когда Борис Ельцин поднялся на эту самую сцену для принятия присяги президента РСФСР. Граждане Российской Федерации. Та самая трибуна сейчас – ценный экспонат Центрального музея современной истории России в Москве вместе со знаменем Верховного Совета. На обороте профили Сталина и Ленина. Под знаменем Ленина и руководством Коммунистической партии вперед к победе коммунизма. Еще один осколок советского прошлого, с наследием которого демократическим силам новой России потом пришлось сталкиваться не раз. Дмитрий Кузьмин, Илья Редкозубов, Павел Ребрик, Первый канал.